Всем привет! Сегодня поговорим о Galaxy Watch 4 и о проблемах, связанных с оплатой этими часами покупок. Приложения в этих часах есть для добавления и оплаты картой, но добавить мы карту МИР не можем в этих часах. Даже если в вашем смартфоне были добавлены карты и они работают сейчас при оплате, то уже на часах, то есть у них есть отдельное приложение Samsung Pay, вы добавить карту МИР не можете. То же самое связано и с Google Pay. Там также нельзя добавить карту МИР. К счастью, варианты обхода существуют и сейчас мы проделаем некоторые манипуляции для того, чтобы оплатить с помощью часов. Итак, нам понадобятся сами часы Samsung Galaxy Watch 4, далее нам понадобится смартфон, ну и соответственно нам нужна будет сеть, в которой должны будут находиться и смартфон, и часы. Сеть должна быть одна, в моем случае это роутер, у вас может быть какая-то общественная сеть, главное, чтобы сеть была одна. Через нее мы и будем работать. Далее для смартфона нам понадобится приложение Buggeiger Mobile. Скачать его через Play Market у меня не вышло, потому что вы сами видите, что тут пишет. Можно скачать, попробовать его через RootStore и установить на смартфон, либо же скачать из каких-то сторонних источников. Ссылочку оставлю в описании. Далее необходимо настроить часы. Переходим в настройки, опускаемся в самый низ, ищем здесь о Galaxy Watch надпись, далее переходим, ищем здесь надпись сведения о ПО, далее на версии ПО несколько раз нажимаем, пока не появится надпись режим разработчика включен. Далее возвращаемся, переходим в параметры разработчика, включаем отладку по EDB и включаем отладку по Wi-Fi. Здесь нам понадобится IP-адрес и порт. А далее переходим в приложение на смартфоне, нажимаем Connect, и сюда вписываем наш IP-адрес и тот самый порт. Нажимаем на Connect, и на часах соглашаемся на отладку по ADB. В приложении нажимаем кнопку Загрузить, потом вверху нажимаем Плюс, выбираем файлы на вашем смартфоне, то есть там уже должно быть установлено приложение MirPay. Я думаю, что если вы смартфоном платили, оно у вас скорее всего установлено, или установите заранее. Выбираем ее и нажимаем Install. После непродолжительной установки на ваших часах должно появиться это приложение. Но это еще не все. При попытке добавить карту, вы увидите, что масштаб слишком высокий, и поэтому карта не добавляется. Для этого переходим на смартфоне в приложении в командную строку и вписываем вот такую вот команду. Все команды для копирования будут в описании. Если все же на часах масштаб недостаточно маленький, допустим, как на Galaxy Watch 40 мм, то мы можем ввести, например, 140. Масштаб станет еще меньше, после чего вы без проблем сможете ввести данные от своей карты в ваши часы. Далее, чтобы вернуть масштаб часам прежней, вводим данную команду в приложение. И как мы можем видеть, масштаб на месте. Далее переходим в настройки, подключение. Выбираем NFC, смотрим, чтобы она была включена. Выбираем платежи. И здесь выбираем MirPay Playments. На этом настройка карты Mir для оплаты закончена. Все же при оплате часами у вас могут возникнуть проблемы. Допустим, когда вы переворачиваете для оплаты. В этом случае может погаснуть экран. Для этого нам понадобится установить утилиту. Timer MirPay. Также учтите, что не все терминалы могут принимать оплату с часов. Такое, к сожалению, случается. Ну а на этом все. Надеюсь, что у вас все получится. Продолжение следует...